Не люблю вот эти вот спичи, осенние, зимние и весенние. Как она сочнейшая, просто переливается и вообще вся из себя такая. Случайно приобрел этот автомобиль, так как мне нужен был семейный автомобиль. Я точно знал, что второй автомобиль мы тоже будем оклеивать. Глянцевый, глянцевый, виниловый, к сожалению. Это 7 лет назад было. Так, друзья, всем привет. Я не люблю вот эти вот спичи, осенние, зимние и весенние, потому что прохладно. Машину хочется показать в естественном цвете, как она выглядит на солнце, как она выглядит в городе, как она сочнейше, просто переливается и вообще вся из себя такая. Но выхода нет. Приходится мерзнуть, потому что в детелинг-центрах, знаете ли, там с красивыми лампами, с нужной атмосферой и прекрасной музыкой все выглядит по-другому. Mazda CX-9. Приехал к нам сейчас на коррекцию, клиент ждет. И сейчас чуть позже скажет пару слов о своем, скажем так, впечатлении про этот автомобиль. А я сейчас расскажу, что мы здесь делали. Изначально машина была Mazda синего цвета, и теперь она под матовым полиуретаном Lumar. Забронировали также переднюю оптику, все глянцевые элементы спереди, хром также забронирован. Здесь такой большой-большой комплект. Вот, все это забронировано. Крыша матовый плюс глянцевый полиуретан. Бронирование лобового стекла. Все глянцевые элементы консоли кнопки внутри, здесь их много, забронировали. Также сделали полную шумоизоляцию арок, полную шумоизоляцию капсулы дверей салона. В общем, это все сделано. Машина также в керамике. Мы думали ее еще мыть или не мыть перед съемкой. Она не была на мойке. Я думаю, что недели две. Вот, и мы думали мыть, не мыть. Потому что приехала, вроде бы даже видно все и так. На камера, возможно, даже не передаст, и вы не поймете там на фоне, что она грязная. Но захотелось вам еще раз продемонстрировать то, что несмотря на пробег, машина в идеальнейшем состоянии. Она с салона такой новой не была. Потому что все защищено. Весь глянец, вся кожа в керамике, весь кузов в пленке в керамике, керамика дисков. В общем, стойки. Ну, посмотрите. Посмотрите. Они вот абсолютное зеркало. Все забронировано. Именно поэтому у нас все здесь так хорошо. Задний салон также все забронировано. Глянцы, полиуретан. Все в превосходном состоянии. Потому что даже если были какие-либо повреждения, они нивелировались и исчезли. Под, скажем так, под воздействием температур. Или просто со временем. Потому что это самовосстанавливающаяся полиуретановая пленка. Задние фонари у нас также забронированы. Тоже в идеальном состоянии. То есть, ну, машина прям идеально новая. Нужно ли говорить, что она, ну, априори быть не может новой, если ее не защищать? Если бы защитили керамикой, да, возможно, облестело бы, но, ну, просто керамикой. Но сколы, царапины все остались бы. Поэтому, если вы хотите настоящую защиту, прям максимальную, пленка, керамика, все. Да, весь хром, кстати, очень важно. Весь хром тоже защищен глянцем полиуретаном. Тоже в идеальном состоянии. Я в нем отражаюсь даже слишком хорошо. Вот, поэтому имейте в виду, весь хром, его, конечно же, везде нужно защищать. Если вы хотите антихром, то делаем черным и защищаем. Если вы хотите просто защитить текущий вид автомобиля, весь хром, конечно же, заклеиваем в глянцевый полиуретан. Это обязательно. Давайте позовем клиента. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Еще раз приветствую. Эмиль. Да, я с тобой. Андрей. Расскажите в двух словах, вот у вас петличка и голос. Случайно приобрел этот автомобиль, так как мне нужен был семейный автомобиль. Смотрели среди немецкой тройки. Автомобиль понравился. Цена, качество. И решили приобрести его. Далее, первый автомобиль у меня тоже был весь оклеен пленкой. Я точно знал, что второй автомобиль мы тоже будем оклеивать. Глянцевый, глянцевый? Глянцевый. Глянцевый, виниловый. К сожалению. Это семь лет назад было. Да. Решил клеить глянцевой пленкой. У дилера мы оклеили переднюю часть, бампер, капот, крылья. Но, к сожалению, приехав к вам, я обнаружил дефекты. Так что рекомендую всем делать не у дилера, а оклейку с пленкой. Далее, с менеджером Никитой у нас была такая информативная переписка. Я приехал посмотреть, как работают ребята у вас. У нас была ювелирная работа, я видел у вас белый X5, X7 был в работе. И у меня не возникло вопросов, что я буду оклеивать пленку автомобиля у вас. Никита приложил матовую пленку. Мы сняли глянцевую пленку, которая была изначально оклеена дилером. Обнаружили еще больше недостатков. На сегодняшний день то, что получилось, мне очень нравится. Цвет такой насыщенный, богатый. Солнце, оттенки меняются. Также я у вас сделал полную шумоизоляцию капсулу. Очень доволен. По этим работам у меня было больше беспокоиться, потому что невозможно было оценить, как разберут салон, как соберут. Боялся каких-то сверчков. Вот я уже неделю езжу на автомобиле и результат потрясающий. Нет никаких сверчков. В салоне тихо. Изоляция от внешнего мира полная. И, конечно же, музыка заиграла по-другому. Да, это, кстати, правда. А какой пробег сейчас у автомобиля? 400-400 километров. Неделю назад был у вас, да. Все, понятно. Я просто подумал, что вы уже какое-то время покатались. Так, матовый цвет радует? Ну, во-первых, у вас, наверное, нет нормальных клиентов. Все у вас клиенты ненормальные, наверное, как я, которые любят свои автомобили и чтобы... Это все дело ненормальной рекламы. Да, да. Так, у меня опыт был, потому вы покупаете новый автомобиль и хочется через год, через два подходить к его капоту и другим деталям и видеть, что он целостный, сохранности. Кстати, я еще сделал же у вас оклейку пленкой ClearPlex. Да, я знаю. То есть, это тоже уже второй автомобиль, на первом автомобиле и два раза клеил. Хорошо. Понял, спасибо вам большое. Спасибо вам. Вот, смотрим финишные кадры. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok